МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сагдийская область Таджикистана во второй половине 20 века была ключевой территорией для ядерной стратегии СССР. Именно здесь было получено сырье для первой советской атомной бомбы. Для этого тут в середине 40-х годов возвели сверхсекретный комбинат номер 6. Позже на Таджикском севере заработали еще несколько крупных предприятий. Их деятельность свернулась в начале 90-х. Специалисты разъехались, а на месте бурного производства остались урановые могильники, рассказал директор агентства по ядерной и радиационной безопасности Академии наук Таджикистана Ульмас Мирсаидов. На севере Таджикистана мы ежегодно миллион тонн перерабатывали урановых руд. И, конечно, это наследие Советского Союза – это один из проблем нашей республики. Десять хвостохранилищ, особенно в городе Истехло, Табашар и Дигмай. Они низкоактивные, но рекультивацию необходимо провести. По оценкам специалистов ООН, в хвостохранилищах на севере Таджикистана находится около 55 миллионов тонн радиоактивных отходов. В связи с давностью срока эксплуатации многие объекты потеряли устойчивость. Как следствие, сейчас идет интенсивное выветривание горных пород. Параллельно развиваются процессы, которые способствуют переносу радионуклидов в густонаселенные районы СОГДА, отметила профессор Российско-Таджикского славянского университета Гузель Маединова. Эти источники радиации вызывают особые опасения из-за того, что находятся вблизи населенных пунктов, а также небольших рек. Скажем, вон только в Сальдейской области заметно увеличивают количество больных онкологическими заболеваниями, основную часть которых составляют дети и подростки. Таджикистан рассчитывает в ближайшие несколько лет избавиться от своего атомного наследия. В стране уже стартовали две экологические инициативы. Одну из программ решила поддержать Европейская комиссия, другую – структуру СНГ. Причем основную нагрузку завалила на себя Россия. Вот что говорит специалист из Москвы Татьяна Макарчук. Это наше историческое наследие бывшего Советского Союза, которое обязательства по своему наследию решать должна Российская Федерация, что мы, собственно говоря, и делаем. В настоящее время по двум проектам идет подготовка технико-экономического обоснования. Параллельно формируется и финансовый фонд. Данную работу курирует МАГАТЭ, пояснил академик Ульмас Мирсаидов. Наша делегация поедет в Лондон, там создается фонд для рекультивации этих хвостохранилищ. В 2017 году будет совещание доноров, поэтому проблема в Женеве, в МАГАТЭ. Доноры у нас есть, доноры, начиная от Российской Федерации, кончая от тех стран, которые заинтересованы в этом помочь нам. Поэтому мы надеемся, что со временем мы завершим это дело. Как считают специалисты, рекультивация территории, где расположены хвостохранилища, создаст условия для безопасной жизнедеятельности более миллиона таджикистанцев. Кроме того, программа имеет экономическое значение. Уже подсчитано, что реабилитация участков обеспечит ввод в хозяйственный оборот более 100 гектаров земли, что немаловажно, в условиях острого дефицита посевных площадей в Таджикистане. Репортаж подготовил Галим Фасхудинов из Душамбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы, или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-10-11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.azia. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова